Приветствую друзья! В связи с достаточно широким резонансом относительно моделей UA3 и UA5, производитель видимо решил закрепить свой успех, обновив также линейку своих бюджетных ЦАПов. Сегодня мы будем говорить о их самой первой ласточке Shanling UA2+, базируется которой на вполне серьезном конвертере ES9038Q2M и полностью балансной усилительной части на двух RT6863, что дает весьма неплохие 125 мВт мощности на обычном выходе 3.5 мм и целых 195 мВт на том самом новомодном Пентаконе. Ну и вишенкой на торте я считаю поддержку им игровых приставок и PCM DSD максимально возможного разрешения. Очень любопытный девайс, о нем сегодня и поговорим. Поехали! Пришел аппарат в маленькой коробке на магнитике со схематичным изображением героя обзора, логотипом пройденной HRS-аудио сертификации и списком из технических характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, рекламный буклет, пару наклеек HRS-аудио, переходник с Type-C на классический USB разъем и небольшой витой Type-C кабель. Lightning вариант придется докупать отдельно, ну или же воспользоваться переходником с Type-C. Корпус у ЦАПа просто сверхкомпактный, заметно меньше ЮА-3 с аналогичным образом закругленными гранями. Только в ЮА-3 было 3 управляющих кнопки, а здесь все функции возложили на одну, которая отвечает и за регулировку громкости, если нажать на нее 4 или 5 раз, и за паузу обычного нажатия, и за переключение с классического уже режима ЮАК 2.0 для смартфонов и ПК на ЮАК 1.0 для игровых приставок. На мой взгляд удобнее конечно, когда кнопок больше, но там и ценник заметно выше. По торцам же у них все одинаково, Type-C вход и два выхода, балансный пентакон 4.4 мм и обычный небалансный джек 3.5 мм. Потреблять девайс более-менее гуманно, на 5 вольт приходится 0.09 ампера, что для такой мощности вполне достойное значение. ЮА-3 был чуть-чуть мощнее и потреблял немного больше, это было 0.107 ампера. Из разрешений нам доступны максимальные на сегодня 32 бита, 768 кГц для PCM и DSD 512. Поддержка МКИ у аппарата не заявлена, впрочем ее не было и у ЮА-3. При работе ЦАП незначительно, но нагревается, гарнитуру как и все аналогичные устройства тоже не поддерживает, зато в паузах я здесь слышу абсолютную тишину. Из начинки нам известен многократно проверенный в деле, вполне приличный конвертер ESS ES9038Q2M и два усилителя Ricor RT6863, образующих балансную схему усиления, благодаря которой мы имеем до 125 мВт на обычном выходе и до 195 мВт на балансном, это в пересчете на 32 Ом нагрузки. Не рекорд конечно, ЮА-3 на балансе выжимал 211 мВт, но тоже очень хорошее значение. Этого вполне хватит не только для подавляющего большинства внутриканальных решений, но и для большей части полноразмерных наушников, причем как динамических, так и планарных. По громкости я выкручивал от 30 до 50% от максимума, то есть задел оставался еще очень приличный. Драйверы под Windows сейчас, поскольку это новинка, доступны только на китайской версии сайта, а выкачать их оттуда для меня не представляется возможным, но есть просто будут доступны несколько позже. Аналогичные от других моделей компании, увы, не подошли, так что если вам нужно использовать девайс под одной из старых ревизий Windows или критически необходим ASIO интерфейс, то есть смысл немного подождать. В остальном аппарат прекрасно работает со всеми существующими вариациями в ASAP на 10 и 11 версии системы. Под Linux и Mac ничего подобного не требуется, и герой обзора поддерживает из коробки. Под Android и iOS ЦАП работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с прямым доступом к аппаратной громкости устройства, то есть выжать из устройства можно прям по максимуму. И конечно самая фишечка всех ЦАПов компании Shanling – возможность использования их с пожалуй лучшим программным плеером и Dict Player. Настоятельно рекомендую именно такую связку. В самом же приложении выбираем USB Control, там свою устройство, разрешаем доступ к железу ЦАПа и все, теперь у нас есть прямой доступ к громкости, одному из семи цифровых фильтров, уровню усиления, режимом экономии, а также балансу каналов. Да, все возможности, что мы уже видели в UA3. Все измерения проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ЦП Evanda Cosmos, где в обоих случаях получил примерно равные результаты, за исключением взаимопроникновения каналов, которое очевидно прекрасное в случае балансного подключения и очень хорошее на 3,5 мм. Ну и на АЧХ можно отметить вполне допустимое отклонение на 0,5 дБ на 20 кГц. В остальном все просто шикарно. Шумовая полка на минус 150 дБ, прекрасный динамический диапазон, интермодуляционные искажения на минус 115 дБ, а гармонические на минус 111 дБ, что в процентном соотношении составляет 0,003%. Технически просто превосходное устройство, тут мне добавить нечего. У UA3 все циферки конечно ниже, но там уже далеко за пределами человеческого слуха, так что несущественно. Приготовили же UA2 в том самом фирменном стиле Shanling. С глубоким и очень текстурным басом, сочной, по аналоговому теплой, выразительно серединкой и слегка поджатыми высокими частотами. Из-за чего мы также, как и в UA3 имеем довольно объемный, немного выдвинутый вокал и потрясающую прорисовку сцены в глубину. Для какой-нибудь джазовой или классической музыки Shanling делает просто шикарные с акустической точки зрения решения. С правильным балансом, воздухом и потрясающей прорисовкой инструментов даже с самых дальних планов. Тут главное, чтобы ваши наушники тоже так умели. Для не столь требовательных стилей тем более преград нет. Слушал в них много разной электроники, ритм и блюз, рок и много фанка. Кроме того, здесь и для металла полное раздолье. Да, звук немного мягкий, но в плане техничности, прорисовки и отработки атак никаких к нему вопросов нет. Но когда в музыке используются какие-то живые инструменты, вы легко оцените всю его натуральность, экспрессию и глубину. Если вы обратили внимание, я почти слово в слово описал звучание UA3 и это совсем не случайно. Они действительно очень близки друг к другу по подаче, но есть ряд сносок. Так, UA3 куда более выразительный и напористый, в нем лучше очерчены высокие частоты и чуть выше артикуляция. Следовательно, если вас не смущает разница в цене, то UA3 куда предпочтительнее. Нет ни неба и земля, все далеко не так, а вот по чуть-чуть каждый из параметров. Возможно это потому, что у меня была возможность сравнить их лицом к лицу. Без этого думаю мало кто увидит хоть какую-то существенную разницу, тем более, что прямо существенной ее и нет. Сравнил также UA2 Plus со своим плеером M621 в режиме USB сапа. Здесь отличия еще заметнее, особенно в резкости звучания и передаче разнообразных затуханий. Но у него и ценник космический. А вот плеер TempoTech V6 в режиме USB DAC мне показался слабее героя обзора. Звучание у последнего немного несбалансировано, отчего верхняя часть середины сильно выпячивается относительно остальных частот. Более-менее паритет только с ICO и TB03, где звук приготовлен с уклоном в скорость, прозрачность и максимальную четкость звучания. Но тут разница уже скорее вкусовая, кому как больше нравится. Из наушников из-за немного смягченного характера я бы подбирал что-то техничное, резкое и максимально прозрачное. С классическим уже динамиком может получиться уж слишком вальяжный звук. Тем более, что массы, глубины и мелодичности ЦАП вам и так предоставят, а вот напор и агрессию и хлесткость лучше подчеркнуть наушниками. Так будет интереснее всего. Хотя тоже вопрос очень вкусовой. В любом случае это тот самый звук, который дает просто потрясающее погружение в материал, отличную прорисовку и какую-то бесподобную пивучесть. Да, если хочется максимума, то имеет смысл обратить внимание на UA3. UA2 Plus чуток попроще, зато он заметно меньше, легче, дешевле, мало кушает и при этом имеет все те же плюшки, включая аналогичную выходную мощность. Считаю, что Shanling реально удалось заполнить нишу, создав эдакий промежуточный вариант между совсем бюджетным UA1 и более дорогим UA3. Так что все получилось ровно таким, как я лично и ожидал. Столь же круто по звуку, но с небольшими упрощениями. Итогом, мобильный ЦАП Shanling UA2 Plus лично меня порадовал довольно компактными габаритами, наличием балансной схемы усиления, как у старших моделей компании, причем с двумя выходами. Классический 3.5 и Пентакон 4.4 мм. Кабель как мы любим съемный, выходная мощность и возможности почти идентичны старшему UA3, а вот кушает он поменьше. По подаче же мы имеем тоже сочное, объемное, немного смягченное звучание с уклоном в средние частоты, выразительность и передачу эмоций. Все ровно как у UA3, только слегка мягче, а значит с большим уклоном в мелодику. Если интересно мое мнение, то я бы переплатил за UA3, однако назвать разницу между ними большой я не могу. Все по чуть-чуть, но лучше. Так что двумя руками голосую и за UA3 и за UA2 Plus, ну а что выбрать конкретно в вашем случае смотрите сами. Оба варианта соответствуют цене и на мой вкус превосходны. Ну а с фирменным плеером и дикт получается ну просто волшебство. А на этом у меня все, это был мобильный ЦАП Шанлинк UA2 Plus. Всем добра, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра!